Пока многие спортсмены проводят летние каникулы, воспитанники кировского бокса не прекращают тренировки. Для них сезон еще не закончен, да и форму терять нельзя. При этом некоторые даже возвращаются из других городов, чтобы продолжить занятия на родной вятской земле. Подробности в репортаже Никиты Тузова. В свои 20 лет Владислав Белодет уже входит в число лучших боксеров страны. За плечами воспитанника кировского бокса победы на множестве турниров. Один из последних – Всероссийская универсиада. Он выиграл все схватки на ринге и стал золотым призером соревнований. Правда, в числе команды от одного из вузов Петербурга. Сейчас учусь в университете. У меня идет двойной зачет. Я представляю как город Санкт-Петербург, так и Кировскую область. Данила Власов буквально дышит Владиславу в спину. Юный кандидат в мастера спорта несколько дней назад стал призером Всероссийского первенства в физкультурно-спортивное общество профсоюзов России. А еще семь лет назад он даже не представлял, что бокс станет едва ли не самой важной частью его жизни. Мой отец предложил мне заниматься этим видом спорта. Я сначала не знал, куда я иду, потом понял. Вот, все постепенно пошло, пошло. Начал заниматься, начал получаться, начали хвалить. И все. И теперь не остановлюсь. Несмотря на летние каникулы, спортсмены продолжают тренировки. Нельзя терять форму, силу, выносливость и скорость. Но, чтобы одержать победу над соперником, одной техники мало. Отключать голову, шутят боксеры, тоже нельзя. Потому что надо думать, надо уходить от ударов, надо бить удары. Ну, такой интеллектуальный вид спорта. Вот, поэтому, наверное, и выбрал этот вид спорта. Даниил уже в этом году планирует защитить звание мастера спорта. Для этого ему нужно стать первым на всероссийских соревнованиях. А Владислав уже через две недели примет участие в чемпионате мастеров в республике Дагестан. Никита Тузов, Александр Брызгалов. Бюро новостей. До вечера.